друзья вы давно меня просили рассказать дорогая ли жизнь в корее сколько денег уходит на продукты и на питание сегодня мы с вами закупим продукты на 5 дней посмотрим чем продукты цены в коре отличаются от россии и друзья да досмотрите это видео до конца чтобы выяснить какую сумму мы потратим в итоге всем привет вы на канале тимсблог и в этом видео я расскажу вам сколько стоит продукты в корее отличие магазинов местных от россии то что здесь нет тех монеток который нужно вставлять но по крайней мере я не видел магазинов этих монеток потом у нас в россии по 5 по 10 рублей вставляют в общем нам нужен порошок чем здесь очень распространены такие акции когда вы покупаете 1 плюс 1 то есть например 1 вы берете 2 в подарок конечно я думаю что здесь и цена выше не знаю насколько это акция на оправданно знаете с точки зрения действительно экономии вот мне кажется что что-то не мухлюют вот мне интересно ваше мнение как думаете стоит действительно в два раза больше чем один или это просто маркетинг чем света меня спрашивает что стоит взять а сорно берет а что она хочет возьми один такой один такой так можно один плюс один вам плюс вам вам здесь вам здесь плюс собери два разных ведь как удобно если вы не можете договориться с женой что брать вы можете взять два разных и в этом плане это акция на как раз очень даже помогает на мой взгляд без акции стоит один он 14 13 900 стоит а по акции стоит 17 900 за 2 ну как бы выгода есть выгода есть но если они потом эти ценники не изменят обратно не знаю а света не стал показывать на кубанге сколько стоит эти вот полоски или кондиционеры для белья в общем чтобы показать то что мы купили дешево на кубанге 14 700 в общем в любом случае мы купили дешево 2 по цене 1 до этого мы покупали вот эти мультикапсулы вот принципе мне не понравится цвете почему-то они не понравились минус этих капсул в том то что когда вы стираете вещи есть например машина плохо прополаскивает они вещи окрашивают поэтому я считаю что ну такое себе в корее очень любят почему-то любят жидкий порошок то есть если например вы планируете найти порошок сыпучий вот его очень-очень мало либо нет от слова совсем почему так происходит я не знаю но у меня есть догадка связано скорее все с тем то что в корее очень высокая влажность а я вам прошу раз уже в видео своих про это рассказывал во всех продуктах есть эти пакетики которые типа как соль до чтобы продукты не портились там либо химия даже не портилась и поэтому корейцы делать все жидким чтобы ну эти лишний раз порошки они не намокали ноги выбирали три часа порошок выбрали вот этот тайт из получается 2 а также один плюс один но они узнают один плюс один не так вот что акция какая они идут просто одна цена но и почему-то 2 скрепили ну то есть по сути то же сам акция а вот здесь да здесь вот этот порошок этот тайт кстати для нас всех знакомый в россии тайт всем привычен света просит показать сколько стоит прокладки я не насколько информации это вам будет полезно вот но если вот чтобы вы понимали сколько прокладки во первых надо сказать что здесь прокладок нету прокладок нет международных брендов которые есть в россии тыски то только местные бренды корейских я понимаю вот и стоимость вот такой большой пачки один плюс один опять же 17 300 ну давайте там для примера маленькую с вами пачку сравним не знаю это прокладки лет все видимся прокладки стоит 6900 это ужасно почему ужасно они очень тонкие неудобные цвета против корейских прокладок я ничего против корейских прокладок не имею но они по всей видимости раз она говорит возможно не такие хорошие как в россии я как бы не пользовался поэтому не могу почему прокладки плохие скажем потому что у нас они мягкие салфетки салфетки сухие получается стоит 8 500 но мне нравится что не такие довольно яркие вот здесь есть пикачу вот арт покемон мини стоят они 8 500 удивительно то что в корее очень мало дезодорантов я вам про это же неоднократно говорил у меня есть телеграм-канал в котором тоже предрассказываю но в корее очень много знаете всяких ароматических для вещей спреев то есть например вот мы сейчас прошли до куча куча всяких ароматических спреев о котором вы можете свои вещи опрыскать в которых вы можете вещи окунуть постирать в общем что ваши вещи были ароматными мог стать смотрите очень дешево и не знаю почему так вот 110 салфеток хотя как дешево если на рубли перевести это не так дешево получается в общем 110 салфеток стоит пачка 990 вон ну условно говоря 1000 вон расскажи по поводу работы а почему заставляют на работе покупать салфетки для чего вам салфетки нужны в общем видите как в корее заставляют покупать салфетки на работу не знаю лосьон еще нужно покупать да и смотрите сразу к теме дезодорантов я вам прошу раз говорил то что в корее нет нормально дезодорантов вот тому наглядно доказательство огромный супермаркет а где там несколько этажей здесь только эти вот обычные самые они вея фомен вот два и буквально виды два-три вида есть такой шарик и дезодорант а есть дезодорант вот такой вот обычный вот прыскать но видов дезодоранта здесь вообще нету как я уже ранее говорил крейцы дезодорантом не пользуются а если вы хотите что-то взять одно вы возьмете скорее всего два потому что как бы ну почему 2 нельзя бесплатно и это на мой взгляд он раскачивает потребление потому что корейцы в принципе они у них заточены они заточены под потребление и очень много потребляют различной продукции в том числе вот почти везде везде нам на любом на любой категории товаров есть акции 1 плюс 1 в 13 900 стоит например пена для бритья а вторая по сути идет бесплатно а ценник я уверен то что ну естественно больше пример там это сама пена может быть там стоит тысяч семь восемь вот они делают чуть-чуть ее подешевле за то чтобы больше покупали что больше завода производили так а вот мои любимые разделы я обожаю просто листерин и вот часто очень покупаю вот здесь в принципе недорого той стоимость там шесть тысяч а 430 вон за одну такую штуку я думаю взять большой только не знаю с каким вкусом о мой любимый вот этот вот почему-то очень дорогой кстати толкер но он очень хороший самый лучший листерин если вы его любите вот покупайте от листерин потому что он лучше всего обеззараживает ваш рот он убивает кучу кучу бактерий вот стоит он 9540 вон вот местные а средства для ополаскивания рта также стоит 10000 я думаю стоит взять он вполне такой неплохой будет но он очень хороший если вы покупаете листерин здесь огромный выбор есть чего выбрать я вам прям рекомендую выбирать вот этот листерин ну прям замечательный да вот для сравнения смотрите маленький стоит например 3300 здесь сколько здесь 250 миллилитров а это сколько здесь три раза больше получается короче выгоднее брать большой а кто никогда такими штуками не пользовался рекомендую это исправлять потому что в корее лечение зубов может быть стоит недорого про что у меня было недавно видео но лучше о зубах подумать заблаговременно не ходить соматологом а в корее очень не популярная а светлые волосы у кореянок если вот мы сейчас с вами посмотрим то есть краска для волос она вся идет темная то есть нет вообще краски для волос которые светлый цвет да вот есть разная розовая черная но светлой краски нет вообще то есть кореянки они с цветными волосами их очень встретить большая редкость ну вот куриные например яйца стоит 8200 вон ну я думаю стоит здесь до сегодня выходной день поэтому очень-очень много людей магазине и довольно медленно мы ходим света еще выбирает там какой-нибудь порошок выбирает по полчаса вот ключ и пробки в магазине поэтому да скорее огромное количество морепродуктов уже неоднократно про это я снимал видео посмотрите ходить просто выбор улитки то есть на любой вкус есть причем что стоит это все относительно недорого то есть например миди стоит всего 5000 вон например вот это у нас тоже какие-то морепродукты мне неизвестные стоят они 7000 982 ну то есть почти 8000 вон вот тоже смотрите есть готовые блюда уже то есть просто нужно все смешать как я понимаю залить в том вот есть внутри жидкость такая вот этих упаковках стоит все 10 тысяч 982 на то есть 11000 вон вы просто все смешиваете заливаете и подогреваете подогреть нужно всего 8 минут как я понимаю 8 минут нужно подогреть на огне 8 нужно подогреть на огне то есть очень все удобно стоит 11000 вон вот такие есть наборы в этом плане конечно седой у корейцев большое изобилие то есть несмотря то что еда все однотипная но есть из это однотипной еды очень много вариаций никогда не понимал почему покупать такие сосиски это не маленькие вообще я на своем стриме пробовал их честно к это вообще ерунда лежат на теплых полках они вообще непонятно они для меня вот что в них люди находят классно почему скорее везде их продают по всей видимости раз есть предложение значит есть и спрос стоит они тоже дешево там 10000 вон 8000 вон сосиски пластиковые пойдем так знать что такое это у нас корень лотоса стоит 1690 вон 3 яблоки в общем стоит раз 26 штук 7000 7000 вон не ну смотрите то есть тоже виноград на говоришь дорого но я считаю что какой-то огромный наград премиум то есть он такой большой здесь нет косточек мне кажется ну не знаю не знаю поводу стоимости вот и такого виноград стоит микс ладно это забудем про плесень вот микс винограда такой плюс такой стоит 12 980 в 13 живон я не знаю мне кажется да для огромной пачки награда вот клубничка недорогая клубничка 7000 стоит 6800 вот смотрите какая огромная клубника 110 тысяч просто королевская клубника а в корее частенько возникает такая проблема то что очень мало витаминов потому что ну во первых здесь вся еда она такая специфичная мы еду корейскую там вот эти корейские всякие кимчи и прочее не едим поэтому иногда стоит брать чем клубнику яблоки для того чтобы насытиться витаминами а вот смотрите есть прикольность клубника белая а стоят 14 400 хурма стоит упаковка 6 980 ну то есть 7000 вон такая вот хурма света любит хурму я хурму не ем то есть она берет чисто под себя но думаю хватит на недельку точно формы так здесь очень вкусные помидоры просто смотрите какое огромное количество помидоров просто помидоровый какой-то рай самое интересное то что здесь вот эти помидоры крупные они почему-то плохие они какие-то непонятные вот но самые вкусные помидоры здесь есть которые маленькие они часто бывают очень быстро пропадают точнее вот но бывают довольно вкусные знаете сладенькие эти вот как черри и они здесь очень очень дешево вот смотрите например такая упаковка стоит черри всего 5000 плода возьмем такие помидоры таких помидоры стоит 9000 надеюсь нам то что мы сейчас набираем хватит на неделю набор грейпфрута три штуки получается желтый какой-то желтый оранжевый и зеленый надеюсь что они все спела искать стоит относительно недорого по корейским ценам то есть стоимость всего 6000 вон да все фрукты в корее стоит пример 10 15000 это замечает но я вам могу так сказать что несмотря на то что это вроде как цена кажется для нас большая но в принципе все цены в корее плюс-минус вот 10000 если мы берем с вами фрукты и даже не только фрукты допустим если там говорить про походу кафе все тоже по десятке примерно стоит вот предлагаю там голубику попробовать смотрите как выгодно да туге и год туге вот видите нам говорят что две штуки две пловки голубики стоит 10962 он все эти не понравилось голубика в общем мне очень понравилось очень сладенькая что нас цвет очень разные вкусы то что я люблю она не любит то что она любит я не люблю киеве стоит двадцатку да но тут очень много их я бы столько и не съел бы в россии часто берут и колбасу кладут в пластику упаковку вешать на нее локер а здесь такого нету нет такого чтобы на колбасу вешали локер принципе из колбасы нету но даже несмотря то что есть товар довольно дорогие них никто не вешает локи закрывается пластик упаковки это говорит о том то что здесь ну уровень жизни на мой взгляд гораздо выше чем в россии а смотрите как красиво продается салат и все подсвечено стоит 3000 за пучок вот вы можете я там в холодильнике чуть подальше салат вода здесь как бы у них какой выставочный то что вы стоящим то есть здесь тоже его можно взять вот ну так вот все аккуратненько аккуратненько расставлены вот это мы берем салат за 2 500 для сравнения чтобы понимать сколько здесь стоит цены сколько в россии вот смотрите пачка картофеля такая пачка картофеля стоит 6000 вон дорого это или нет решать вам но мне кажется с вами с россии это довольно дорого 6 6 картофелин стоит короче а 6 тысяч вон у вас смотрите грибы по акции то есть вот у нас грибы стоят 6907 тысяч вон по сути эти вот этот весь ряд это все грибы до самого конца вот есть вот такие огромные грибы непонятно что с ними делать вот есть такие грибы такие грибы такие то есть здесь просто грибов огромное огромное количество вот есть целый набор и грибов кстати прикольный набор грибов просто вот с этими маленькими не понятно что делать все это раз и купила они у нас дома испортились вот есть вот такие грибы вот эти вот грибы представляете стоит целая такая большая пачка полторы тысячи вон очень очень недорого иногда думают то что может быть из-за того что в корее влажность очень высокая так недорого стоят грибы таким пачки продать чеснок а стоимость за пачку 5000 но чеснок мы брать не будем вот но просто вы понимали вообще в корее все продается очень очень большими упаковками а у них знаете так вот люди так понимаю приезжают закупаются раз в неделю там либо раз в месяц и на длительный период это мы каждый не ходим магазин вот здесь люди немного по-другому живут поэтому все продать огромными пачками к это хочешь в магазин тебе приходится покупать большим пачками оставляешься довольно много плане денег я только что говорил про большие упаковки вот здесь рис продается поскольку здесь по 8 штук взяли такую пачку риса здесь получается 6 упаковок по 130 грамм стоит 6000 вон там 5 986 тысяч общем огромные здесь среды с кофе а вот у нас вот здесь мой любимый кофе от киану вот ну тут большая упаковка вот 30 стиков стоит 7000 вон 30 стиков вот американой здесь разные прожарки из такие прям огромнейшие пачки есть вот такие пачки я думаю стоит взять americano mini 7000 вон 30 штук americano это light то есть у них есть light medium и strong ну как я понимаю это все зависит от обжарки дай пробовать нам americano это вот то же самое та же самая фирма которую мы взяли неплохо попробуй насыщенный его кану это тоже кану то есть та самая фирма которым убрали не дадут здесь правило протестить вот и сразу идем здесь огромный выбор чая вот есть в том числе зеленый чай а вот смотри пирол джасминти нормальный поискать пуэрти в общем это да это же стоит чая вот такая пачка 6 300 и чай зеленый нормальный сложно очень найти потому что корейцы его не пьют пьют рисовый чай крейт спит вот такой вы чай и вот видите какое огромное количество там дальше идет этот рисовый чай сейчас цель взять масло с маслом в корее тоже все не так просто почему-то здесь есть масло но обычно его почему-то в магазинах не продают а если продают не такой подсолнечные есть магазин почему-то продают часто бобовое масло сколько стоит масло смотри есть цвет но у бренд масло 8000 река и упаковка ну вот это да подсолнечная sunflower oil но у бренда может такого взять смотрите 8000 огромная упаковка здесь два целых литра всего хватит на очень долго вот есть оливковое масло у них есть виноградное масло смотри кстати виноградное масло я первый раз я вижу я вот и говорю то что в корее почему-то очень много видов масла и вот подсолнечный идет не на первом месте почему я не понимаю во всех местах продается кукурузная вот есть и семечек винограда а вот смотрите саджи продается таким большими бутылками за сколько здесь здесь два литра стоит 5000 вон это если у вас плохой день вы можете пойти заниматься спортом либо купить вот такую бутылку и вас будет сразу хороший день наверное а может быть и не следующий день будет плохим не знаю вот эта тортилья очень удобный вариант если вы их долго готовить сюда просто нарезаете курицу ком соленый огурчик а помидорку кетчуп майонез и все идеальный там перекус на вечер а стоит кстати всего 5 4 600 5 и чего он условно говоря да для завтрака тоже вполне сойдет неплохой вариант для того чтобы перекусить вот макароны стоит для пасты плоские прикольные стоит 3 900 все это дешевые брать не любят но мы берем нет но я но это не но брин ну ладно вот эти она грешева не вкусно и не знаю что он так решила в общем попробовать эти должны быть вкусными с огромное количество сладостей у нас дома есть кое-что сладкое но это можно кинь вафли взять потому что в магазинах рядом с нашим дом такой не продается все это опять жалуются просто чтобы я вам показал чипсы но смотрите прингл здесь на самом деле хорошие здесь его мало здесь именно вообще придал здесь выбор огромный но с лейсом здесь проблема здесь в классе классик обычные чипсы без всего вот картофельные но я считаю что хорошо даже чтобы всякой химии есть соль и что еще бенигар вангер не знаю что-то с вином связанная короче соль с чем-то вот есть чеддер то есть сырные ужасные чипсы вот а нормальных лей здесь нету все остальное это местная там на часы и прочее 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 есть кстати это чипсы какие-то через чиз бэгл чипс то есть это я чипс от бэглов вот а данкин донат стоит 2 500 мы кэш брать не будем 1 в целом очень интересно есть вот такие штуки от баскина роббинса в эриберри страубери мини баф вафеллс есть ори от blackpink а смотрите прикольно такой можете взять попробовать может быть конечно как обычный бутыл и я более чем в этом уверен вот стоит всего 1200 вон общем попробуем вот такой тунец одну банку сейчас возьмем на пробу вот стоит 3500 курс здесь недорогая кстати вот но у бренд можно взять да на пробу возьми но бренд тоже с принципе с ключом вот получать стоит а 1200 вон смотрите видео до конца чтобы узнать сколько все это нам обойдется алкоголь мы не берем но для тех кто пьет алкоголь интересно будет смотрите балан тайс вот такой стоит а 47 800 вот такой стоит 33 800 и например ягер ягер стоит 39 500 но посмотрите good milk вот самое такое простое дешевое молоко стоит 1800 вон все самое прям дешевая но бренд что еще есть вот какой-нибудь молоко альтернативность стоит 3500 молоко не берем это я так снимаю что было какое-то представление у вас а вот и такое вообще молоко самое обычное ну то есть который продается во всех магазинах не дешевая это варьируется где-то ну примерно 2 500 2 600 до либо там 3 600 в этих пределах пишите дорого это или нет в комментариях вот у корейцев у них как и у американцев а очень большие упаковки всего то есть например есть такое молоко стоит она 5 400 а это большой упаковки можно посмотреть видите прям здоровый такие то есть можно хлопья заливать а каждое утро это хватит неделю точно но даже на две недели мне кажется если каждое утро только вы хлопья пьете с молоком здесь предлагаю попробовать молоко на коне плохое сладенькое молоко такой фирмы и только не знаю что это за фирма но молоко вообще вкусненько у них и столько много людей что вообще сложно как-то с ними расходиться вот такой вот сыр стоит 5600 вон но это понимал производства америке потому что здесь коров негде разводить вся кореяна покрыта горами так интересные факты корее вот есть смотрите большими сетами продается а кофе starbucks вот просто холодильник вот 10000 здесь получается 4 кружки с трубочками латте айс латте starbucks замечательно вот нашли сок в корее соками тоже большая проблема потому что их очень мало вот и чаще всего это знать соковый напиток вот здесь нашли недорогой сок за 3000 вон вот апельсиновый так понимает стопроцентный сок до нектар по-английски еще не написано сложно понять но надеюсь что это будет стопроцентный сок а это eight bar orange это не сок это нектар замечательно блинчики вот такие постоянно делаю это панкейки точнее вот здесь получается на сколько раз интересно 7 штук 7 к а вот очень быстро готовить можно просто одно яйцо добавить добавить воды вообще замечательная вещь на утро особенно если вы там не знаю не знаете чем завтракать идеально подходит теперь самый главный вопрос сколько это все стоит на этом все пишите в комментариях дорого или нет понравилось ли вам это видео и обязательно ставьте палец вверх подписаться на канал увидимся с вами следующем видео пока